Портал детали 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 Но это, конечно, цена, на которую я очень сомневаюсь, что израильское правительство согласится. Сегодня вечером должен быть ответ со стороны Израиля на их хамасовское последнее предложение. Но Израиль свое предложение уже предъявил и теперь так или иначе будут торговаться. Во всяком случае, в том виде, в котором хамасовское предложение было преподнесено, по-моему, оно не будет рассмотрено, не только позитивно, а вообще не будет и поэтому продолжается. Но тут все, конечно, находятся в очень тонкой ситуации. Я имею в виду всех посредников, включая Соединенные Штаты и так далее, которым очень хочется, чтобы эта война так или иначе подошла к концу. Ну, подождем, увидим. На данном этапе, по-моему, и торг продолжится, и боевые действия тоже продолжатся. И, к сожалению, пока я не вижу более конкретного выхода, надо, по-моему, еще раз додавить хамас до возможности сделки, скажем так, условно. А что значит, видишь, что значит додавить? Вот считалось, что когда хамасовских главарей прижмут, а их сейчас прижали, то есть они в Хан-Юносе сидят там в подземелье и, по сути дела, вот-вот-вот к ним постучатся израильские спецназовцы. И, тем не менее, они не идут ни на какие компромиссы и не идут на, в общем-то, предлагавшие все им так называемые берутские варианты, которые мы неоднократно говорили в наших программах. Я напоминаю, что это подразумевается, как вот в свое время в Бейруте. Бейрут был окружен, и Ясеру Арафату с его, значит, подельниками разрешили покинуть Бейрут, как бы вместо того, чтобы штурмовать город, соответственно, там разрушение и прочее, прочее. Здесь ему предлагалось нечто подобное, но почему-то они отказываются. То есть этот вариант вообще, так сказать, ушел в песок или все-таки еще возможен, на ваш взгляд? Все еще возможно, но дело в том, что, в отличие от других, скажем, Бейрутовских вариантов, в данном случае речь идет с израильской стороны о освобождении заложников, ни о чем ином. Единственное, что у них осталось у Хамаса, это действительно эти заложники, потому что без он их, они уже не существуют. То, что они сидят в подземельях, это не превращает их в какую-то реальную, скажем, силу или систему. Но то, что у них заложники, это вынуждает Израиль вести с этими переговорами именно на предмет освобождения заложников за определенную цену. Ну и, как я уже сказал, цена завышена, и поэтому, по-моему, эта сделка не получится. А что касается будущего Хамаса, то есть однозначные условия Израиля, что его там не будет. И просидят они в подземельях еще пару месяцев, это дело не изменит. Израиль уже в контактах с мировым сообществом, назовем его так, о создании какой-то там альтернативной группы, которая будет руководить, скажем, гражданскими вопросами в Газе, уже начиная в ближайшее время. Но пока вопрос заложниками открыт, и есть давление на Израиль извиня и изнутри, и поэтому ведут переговоры именно по этому вопросу. Цви, но ведь вот эти требования, они противоречат друг другу. С одной стороны, мы говорим о том, что мы готовы обменивать там на заложников десятки, сотни заключенных, тысячи заключенных. Обращаю внимание, что это обмен заложников, мирных граждан, ну там есть военнослужащие, захваченных просто в качестве заложников, на заключенных, которые прошли процедуру суда, то есть у них была юридическая защита и так далее. То есть это изначально неэквивалентный обмен, но я не об этом хочу сказать. Я хочу сказать о том, что вы только что сказали, что для Хамаса заложники это, ну, самая последняя защита, как бы самая высокая ценность. Израиль при этом заявляет, что все равно уничтожение Хамаса это главная наша цель. Так есть же тут противоречия, зачем же они тогда будут отдавать заложники? Мы же понимаем, что эти там сотни террористов, которых они хотят выпустить, это так, для красного словца. Их шкура интересует. Значит, они изначально эту сделку выполнять не собираются. Они не отдадут всех заложников, пока им не гарантируют жизнь. Гарантия их жизни – это одно из условий, которые они расставляют. Но тут идет речь о большем, к сожалению. Речь идет о том, что они требуют вывода израильских войск, сохранения их власти или их контроля в Газе и еще там целый список там, включая... Ну да, то есть это не сокращение, не сохранение жителей. Но это все за заложников, это одно и то же. Они хотят за заложников максимальную цену. В худшем случае, в конце концов, они могут их и убить, или потребовать, чтобы их отпустили на свободу за заложников. Это они еще далеки от этого. Это может подойти, когда Израиль проигнорирует нынешний этап переговоров и так или иначе окажет добавочное давление. Им придется не знаю, куда бежать. Поэтому они могут отдать Израилю этих заложников за свои жизни. Тоже не исключаю, но на данном этапе речь идет о гораздо большем. Идет торг, в котором участвуют, к сожалению, полпланеты. Да, это всегда... Ничего хорошего в этом нет. Когда слишком много участников подобного рода деликатных, так сказать, переговоров, то, конечно, это все ужасно. Тем более, что сейчас поступила информация, Израиль ее не опровергает, о том, что, по имеющимся данным, уже около 50 заложников погибли так или иначе. То ли были убиты Хамасом, то ли погибли по другим причинам. То есть, это страшные цифры, и израильское общество воспринимает это с ужасом и с волнением. На северной границе у нас продолжается обострение. По хуситам бьют, но очень как-то вяло. Иран набирает очки и вместе с Россией утирает нос Западу. Коалиция как-то топчется на месте. На ваш взгляд, что-то будет более серьезное? Я этот вопрос задаю вам, так сказать, каждую неделю. Мы встречаемся раз в неделю. Но сейчас вот ситуация такая, что Байден опять, так сказать, вынужден что-то делать, но ничего не делает. Вы имели в виду Хизбалу, а не Хуситов? Да, я и Хуситов и Хизбалу имел в виду. Я вам сказал, что в этом случае, как мой, между прочим, у других тоже основную роль играет Иран. Они местное руководство этой Хизбалой. И Иран достаточно умеренно решает вопрос ограниченно. В смысле, он не заинтересован в полномасштабном конфликте. И за Израиля, но и за Соединенных Штатов, которые ему угрожают, что если это произойдет, то они тоже так или иначе нанесут свои удары по Ирану. Поэтому Иран в этом вопросе играет очень ограниченную роль. Он решил задействовать эту Хизбалу в ограниченном, скажем, объеме. Это тоже не сладко, потому что, в конце концов, весь север страны теперь парализован. И Иран это имеет в виду. Это не просто стычки пограничных тех или иных конфликтов. А тут речь идет о том, что, в конце концов, ведет экономическое, психологическое давление на Израиль. И оно происходит и на севере страны, и на юге страны. И иногда бывает, что миллионы людей сидят в убежищах, и тысячи людей вынуждены покинуть свои дома. Так что в этом отношении это тоже серьезное давление. Но полного конфликта не происходит и вероятность его не произойдет. Потому что Иран предупрежден и не имеет этого в виду, значит, ломать эти предупреждения. Но Иран задействовал и Хизбалу в ограниченном объеме, и Хуситов в достаточно тоже ограниченном объеме. Могло быть больше или хуже. И все еще у него, так сказать, в арсеналах. Он может расширить свое давление. На данном этапе он задействовал частично почти все свои вот эти, то что называется, проксис посланников. И те ведут тот или иной вид военных действий против Израиля и других тоже. Основная цель это не только Израиль и Ирана, а Соединенные Штаты как таковые, их присутствие на Ближнем Востоке, договоренности того иного типа, который они хотят демонтировать и разрушить, и создать новые внешнеполитические условия в регионе. И поэтому все это противостояние, это не только против севера и юга Израиля, а это так или иначе достаточно глобальный конфликт, за которым стоят еще другие игроки глобального толка. Вот временная картина. Цви Саудит и Саудовская Аравия, которые, собственно, незадолго до нападения, до 7 октября, в общем-то, шли переговоры о присоединении Саудовской Аравии к соглашению Авраама. И по мнению многих, и в том числе, если не ошибаюсь, по вашему мнению, одна из причин нападений Хамаса была именно в том, чтобы сорвать вот это присоединение Саудовской Аравии. Так вот, Саудовская Аравия сейчас заявила, что они еще, конечно, как бы не полностью отметают вообще улучшение отношений с Израилем, но при этом выдвигают условия прекращения войны в Газе и создания палестинского государства и маленькая деталь в границах 67-го года. Вопрос мой очень простой. А нужны ли нам такие, в общем-то, близкие друзья, которые выдвигают заранее невыполнимые условия, как бы, и считают, что они настолько ценны, что ради них должны пойти на все? Те же условия выставляют Соединенные Штаты, напоминаю, все европейцы, и даже Россия с Китаем, я уже не говорю про местных игроков. Так что все хором заявляют о необходимости создания палестинского государства или, как минимум, задействования процесса, который к этому когда-нибудь в будущем приведет. Поэтому в этом отношении Соединенные Штаты находятся для себя в позитивном окружении, она принимает те или иные, скажем, приемленные условия, якобы, потому что Соединенные Штаты за этим стоят, и тем самым она заявляет, что если это произойдет, то она, да, присоединяется к соглашению Врама, если да, и да, она будет на стороне Соединенных Штатов и Израиля. Поэтому тут вопрос не цены, а где она находится, потому что пытаются ее отвлечь или оттянуть, или оттащить от этой возможности. Переманить. Можно и так. Поэтому тут не основной вопрос этого палестинского якобы государства, тут основной вопрос, где она находится на политическом поле, и она, вероятнее всего, находится не на стороне Ирана. И эти заявления, они достаточно такие аккуратные, осторожные, но не более, скажем, впечатлительные, чем те, о которых заявляют те же Соединенные Штаты, которые требуют палестинского государства, бог знает что, чего еще. Но это отдельный вопрос. А, Цвин, вот, кстати, по поводу американцев, у нас сейчас вновь прилетел господин Блинкин, шеф Госдепартамента, была встреча, у него больше часа с Бениамином Натаниягу тет-а-тет, глазу на глаз, потом, значит, присоединились сотрудники аппарата премьер-министра и, значит, министры наши, силовики. И это уже не первый, я даже сбился со счета, по-моему, четвертый, если не ошибаюсь, везет Блинкина вот за последнее время в наш регион. Чего от нас хотят американцы? С самого начала нынешнего конфликта американцы так или иначе являются участниками этого конфликта. Основной, скажем, основной акцент в этом конфликте со стороны местных игроков, включая тех, о которых мы поменяли, Иран и, естественно, его посланников, это Соединенные Штаты больше, чем Израиль. Поэтому тут Израиль с Соединенными Штатами координирует свои действия и достаточно успешно, между прочим. Поэтому здесь все время находятся представители Соединенных Штатов, как минимум для координации вот этих действий. Соединенные Штаты, напомню, послали сюда вооруженные силы, авианосные группы и много еще чего другого. Соединенные Штаты наносят удары по вот этим посланникам шиитского толка со стороны Ирана в Ираке, в Иордании, в Сирии и так далее. И они, да, участвуют в противостоянии на Красном море против Кузитов, они участники этого противостояния. Поэтому то, что они здесь присутствуют, это позитив в том плане, что это координация. Да, естественно, обсуждают на этом уровне, так сказать, с премьер-министром и правительством Израиля обсуждают будущее, скажем, ходы, шаги, реалии, договоров и так далее. Но это обсуждение на уровне партнеров, не на уровне Казани, которые якобы даются Израилю в этом отношении, они больше партнеров, чем не что иное. И да, конечно, есть вопросы, которые Соединенные Штаты рассматривают несколько иначе. Например, давно пора кончать, и следует да или нет соглашаться на те или иные условия по вопросам заложников и так далее. Но это составная, а не основная, скажем, часть этого вопроса. Основная, я сказал, это координация, координирование действий в регионе и регионально, на глобальном уровне, что и происходит. Ну, то есть давление происходит, выкручивание рук, ну, такое не очень жесткое, такое мягкое, то есть выкручивают и поглаживают, выкручивают и поглаживают. Имеют на это полное право. Будучи партнером, они все же, все же они сверхдержава. Видите, какие у нас партнеры. Да. Выходите по рынку, поторгуйтесь, называется, да? Да. Цве, вы, как я уже говорил в начале программы, наши зрители это знают, вы были послом не только в Украине, но и послом Израиля в России. Вот сейчас был неприятный инцидент, недалеко вчера посол Израиля в России, госпожа Гальперин была приглашена в МИД для отдачи объяснений. Она говорила, ее принимал тот самый господин Богданов, заместитель министра иностранных дел, который, значит, пожимал руки и обнимался там с хамасовцами совсем недавно, с кровавыми, так сказать, лидерами Хамаса. Вот, что так возмутило, я напоминаю, что речь шла об интервью, которое госпожа Гальперина давала российским СМИ, и вот российская дипломатия усмотрела там некие оскорбления, вмешательства во внутренние дела России. На ваш взгляд, это связано вот каким-то образом с последним скандалом с группой Би-2, которую там из Таиланда израильтяне эвакуировали к себе, или это более какие-то глубокие, так сказать, корни для этого? Ну, это я бы не ограничился этой группой. Как минимум, в заявлении МИДа России было уже, по вопросу нашего посла, было сразу несколько вопросов, и ее высказывание в этом интервью, которое он дал газете «Коммерсант», и вопрос о этой группе музыкальной, где Израиль вмешался якобы, создав проблему России, и заявление израильских политиков о том, что следует, вероятнее всего, порвать отношения. Напоминаю, Лапидо об этом заявил в тот же день, что пора пересмотреть отношения с Россией. Весь комплекс этих вопросов были выложены, скажем, МИДом и практически российским руководством на повестку дня, и заявили, что вот посол, пардон, на такая-сякая, потому что высказывается негативно о России и ее руководителях. Но и параллельно все, что происходит со стороны Израиля, это негативно, поэтому так мы, россияне, это рассматриваем. Да, у России есть немало претензий по отношению к Израилю, но это не основное. Основное, в конце концов, это то, что Россия не намерена пока, что исследует и всего этого, и даже сказано, не намерен пересмотреть отношения с Израилем, как раз наоборот. И в ответе даже нашего посла было достаточно однозначное заявление, что Израиль тоже не намерен пересматривать вопросы в отношении с Россией. Об этом идет речь. Но России надо показать, кто в регионе хозяин, кто кому ставит условия или выговаривает. Поэтому это было использование для оказания нажима на Израиль и создание того или иного статуса влиятельного игрока в регионе по отношению к другим участникам всего этого конфликта, другим акторам. Что вот Россия стоит на соответственном месте, а то, что у нее отношения с Израилем, это именно для того, чтобы ему там обучать его, как себя вести. Примерно так. На самом деле, это второстепенный вопрос. И она не первая, которая в той или иной мере нарвалась на российский жесткий ответ. Я был уже несколько случаев, включая несколько послов, вам известно. Ну, я могу напомнить недавнюю историю, относительно недавнюю, когда на нашем канале было интервью с послом Израиля в Украине, с Михаилом Бродским. И после этого был взрыв негодования. Были там требования уволить посла по поводу его высказывания. Да, то есть как-то очень жестко так. Не более, не менее, как уволить посла. Так что тут вопрос о тех или иных, якобы, причинах, которые используются российским ИДОМ, российским руководством для того, чтобы не создать ту или иную видимость отношений. Но отношения, вот дипломатов их трудно понять, но отношения сохраняются, и Россия заинтересована в сохранении отношений, но при этом, значит, выливает там, так сказать, периодически в ушатой грязи и на Израиль, и вот, в частности, на посла. Да, именно так. Можно было, конечно, о тех или иных вещах не говорить ни нашему послу в Украине, ни нашему послу в Москве, но это бы не изменило полностью обстановки, потому что нашлись бы другие причины. Видите, всегда находят. То есть это повод был, скорее, да? Это больше повод, чем сама причина. Можно было, конечно, этого не говорить, но я повторяюсь, это бы не изменило подхода России к нынешним отношениям с Израилем, но общий знаменатель всего сказанного – это то, что Россия на данном этапе, да, продолжает поддерживать отношения, не заинтересована в их пересмотре, и то же самое, по-моему, можно сказать об Израиле, хотя в Израиле есть немало тех, которые критикуют правительство, израильское правительство о своих отношениях с Россией. Ну, кстати, по поводу России еще у меня такой вопрос. Сейчас высказывается опасение со стороны руководства стран Балтии. Появились публикации в СМИ о том, что якобы, еще раз, я не ручаюсь за достоверность этой информации, я ее черпаю из открытых источников, что Россия планирует, российское руководство планирует после выборов, после президентских выборов провести, ну, если не захват, то определенные военные действия против стран Балтии, то есть, скорее всего, речь идет о пробивании, так сказать, коридора в Калининград, который сейчас отрезан, как бы, от России, и таким образом, значит, убить двух зайцев, ну, и коридор пробить, ну, и показать своему электорату, что вот президент силен, видите, он собиратель земли русской. Начнем с того, что, хочу напомнить о том, что страны Балтии являются членами НАТО. Три раза х, как говорится. Ну и что? Если пятый пункт, на сей раз НАТО, заявляет, что тот, кто тронет одного солдата НАТО, неважно где, все НАТО будет там. Это означает войну, полномасштабную войну с НАТО, глобальную. Это теоретически, это теоретически, ЦВИ, мы говорим о практике. Да, и включая войну с Балтией, Балтийскими странами, прибалтийскими странами со стороны России, также это теоретически, это не серьезно. Что да, серьезно, это то, что действительно в НАТО опасаются, что Россия не остановится на Украине, и поэтому такое жесткое сопротивление. Все время в Европе растет, скажем, подозрение по отношению к России, что она готовит какое-то там вторжение в соседние государства. Я напоминаю, что те государства, как Финландия и Швеция, вступили в НАТО, именно ввиду опасения со стороны России. В последнее время в Европе много разговоров о том, что надо вооружаться, переворужаться, именно готовиться к возможности вторжения России или войны с Россией. Поэтому тут ничего нового нет. Это якобы та же угроза, о которой шла речь и в прошлом, что Россия намерена нанести те или иные, скажем, удары, или захватить те или иные новые территории, возродить империю и так далее, и так далее. Поэтому ничего нового в этом нет. Действительно ли является это уткой, или это в той или иной мере какое-то соответствие какой-то информации, и истинной информации я не знаю, но я говорю, что это продолжается достаточно долго, и я не могу подтвердить или отрицать того, что в России есть такие намерения вообще. В НАТО считают, что у нее такие намерения имеются, и поэтому они, соответственно, ведут себя. Но, так сказать, присоединение, сухопутное присоединение Калининграда и Калининградской области – это очень важный аспект для России. То есть сейчас Калининград как бы в осаде находится. Вопрос цены. Если это означает войну с НАТО, то можно обойтись. Не, ну вот мне просто все равно, вот мне хочется, и вот чисто ваше точка зрения. Реально, что вот вы верите, что вот завтра, если там послезавтра российские танки пересекут, переползут из Ивангорода в Нарву и начнут, значит, двигаться дальше, то есть тут же все НАТО, как один человек, бросится их защищать, и начнется Третья мировая война, причем с ядерной державой. Не исключая его первого. Во-вторых, я хочу напомнить, что в Украине со стороны России существует то, что называется «красная линия». Это означает, что если там будет тот или иной вид оружия или присутствие НАТО, то Россия применяет ядерное оружие. Об этом не говорят достаточно откровенно. Это означает Третью мировую войну, или я ошибаюсь? Это же самое. Обе стороны, так сказать, сдерживают друг друга вот такими видами заявлений. Угрожают ядерным оружием, угрожают вторжением, угрожают НАТО, полнообъемным конфликтами и так далее. Это вид угрозы, да. Это вид сдерживания со стороны Запада и со стороны России тоже. Она так или иначе давит для того, чтобы так или иначе договориться о тех или иных реалиях, которые нужны или в Украине, или вообще в отношениях с НАТО, и это продолжается. Но это не что, что я бы сказал, я бы подписался под этим, что вот завтра будет, если завтра война, завтра войны не будет, по-моему. Да, послезавтра. Мы говорили только о завтра. ЦВИС, спасибо вам большое за участие в нашей программе. Я напоминаю, ЦВИМ-агент, политолог, экс-посол Израиля в России и Украине, старший научный сотрудник Института национальной безопасности. Спасибо за это интервью, а наша программа подошла к концу. Всего доброго, до свидания.